Вспомнил вот это же, сколько мы там, часа три-четыре были, да, в этом же, там, где продавали легальные наркотики. Легальные, хорошее название, легальные наркотики. Это, короче, их можно уже в эту траву, можно рядом продавать, а чё их в винных отделах не продают? Их можно продавать в винных отделах, да, там, где сигареты продают. Вы знаете, самое страшное, что вот эти вот, как легальные наркотики, которые они называют, это химически синтезированный наркотик, и действует он гораздо мощнее, страшнее, и со всеми вытекающими отсюда последствиями, чем обычные наркотики вообще принятые. То ли сапиаты, вот эти вот травы различные. И, тем не менее, они не нашли там вещество, которое признано у нас как запрещенное, как наркотическое действие. Бред. Если вещество какое-либо оказывает на мозг вот такие вот воздействия, это уже можно назвать наркотиком однозначно. Какие ещё нужны для этого экспертизы? Что мало, когда ребёнок с ума сходит, бьётся головой об стенку? А кто искал? А кто искал? Что кто искал? Где люди искали? Так для чего вообще надо какие-то подтверждения? Пока будет подтверждение, что ещё 100 тысяч подростков загоним наркоманами и сделаем? Не говори, постой полчаса и посмотри, кто их покупает, эти легальные наркотики. Это вообще был прикол. Чувак такой идёт на автопилоте, у него 50 рублей в кармане, в руке. Мы уже устали, мы уже никого там сильно не трогаем, никого не спрашиваем. А стоит милиционер, раскладывает все эти, значит, ну считают, они уже делают опись, там, ну свою работу как бы делают. Стоит чадачка, милиционер, протокол там пишет, всё, там, говорит, лицо меня не снимает, я говорю, да, ради бога. Этот, значит, парень, я не знаю, нарколыга этот, эти 50 гривен, сует милиционеру, говорит, мне вот это. Нормально, блин. Я говорю, алло, чувак, ты вообще видишь, кто это стоит, понимаешь? А что, какая разница ему, кто стоит? Это же магазин, реальный, нормальный магазин, ну милиционер продаёт. Ну это вообще, обоевает. Ну, блин, мы все там в шоке были, понимаешь? Если бы я это не видел своими глазами, если бы я не, ну, мне не сказали, я думаю, кто это увидит, скажет, дай это подстава. Ты скажи, и после этого надо заключение медицины о том, что это наркотик? Да, после этого надо какое-то заключение. Я считаю, что не нужно никакого заключения. Дайте министру здравоохранения пыхнуть, вот, и пусть он сделает заключение. Ну, что, Виталя, помнишь, Виталя, помимо того, что все заходили, ну сколько, за часа три, наверное, зашло, ну, через 70 зашло. А больше. Если не больше. Все заходили, мы всех спрашиваем, ну, пару там умников было, которые говорили, там, а что, легальный наркотик продаётся, всё нормально. А в основном заходили, ой, а мы же зашли посмотреть, а мы зашли, такие, видно, что это за парни, которые зашли посмотреть. Ой, а мы зашли посмотреть, ой, а мы зашли посмотреть. Ой, страну, не ту страну назвали, как там, Гондурасом. А они там устроили кипиш по поводу Черноморского флота, а? Да, устроили там, вау, да вот ради чего, вот из-за чего надо было. Давайте сейчас спустим всё это на тормозах. И совершенно правильно высказался один лектор, говорит, славянам нашим, да, спустить на тормозах. И кому нужен будет тот Черноморский флотчик, 15 лет, никого не останется. Изуродованные люди, которые сейчас молодые, через 10 лет это будет кончено, и уже... Через 5, Виталя, какие деньги? Они вырежут всех нормальных, кого не смогут обратить в свою вот эту наркотическую зависимость. Всех нормальных повырезают, и нужен... Я не знаю, я хочу обратиться к вам, высокопоставленные руководители этой страны. А думайте, с чем вы будете руководить. Или у вас у всех второй загранпаспорт уже есть, второе гражданство. Вы планируете жить в этой стране? Или вы сегодня пришли на один день только поруководить, подрубить капусты? Остановитесь, одумайтесь. Вернитесь в то состояние. Здесь вы здесь родились, здесь пришли в этот мир. Здесь родились ваши родители. У вас есть дети. Подумайте, что кто-то еще здесь живет, что кто-то еще хочет жить. Я хочу видеть здесь своих детей. А у меня сейчас мысли заняты, как сделать так, чтобы они сбежали с этой страны. Подумайтесь вообще, что вы делаете. Я не хочу больше разговаривать. Конец веревки. Конец веревки. Серег, помнишь, что это? Конец веревки.